Мир всем. Продолжение следует. Валентина, помолитесь сегодня. Валентина, как меня слышно? Слава Христу! Валентина, помолитесь сегодня? Валентина, помолитесь сегодня? Валентина, помолитесь сегодня? Галина, помолитесь, как у вас сегодня с молитвой? Сейчас лучше слышно. У меня по-другому молитвы нет. Слышно меня? Алло. Да-да-да, слышно. У меня молитвы на русском языке нет. Я буду на старославянском тогда. Конечно. У меня Евангелие тоже под рукой, только Библии у меня вообще нет. Я к евреям и... Ничего, ничего, прочитаем, если что. Хорошо. Бо имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей молитв, ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец, наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Души истины. Иже везде Сы и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди и вселися вны, и очистены от всякие скверны. И спаси Боже, Души наши. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем, должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, прости грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святы посети, исцели немощь наши. Имень Твоего ради. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого бы ответа не добивающие. Сиите молитву, яко владыче, грешнее приносим. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас. На Тябу, по бахам, не прогнивайся на нызь его. Ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен, избавенный от враг наших. Ты бы еси Бог наш, и мы, люди Твои, всидела руку Твоей, и имя Твое призываем. И ныне, и пресно, и во веки веков. Милосерие двери отвези нам, Богословенная Богородица. Надеющий на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бы еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобим меня даже в части и доспете. Прости мне грехи. Я же створив сей день делом, словом, помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны, плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду при святом имени Твоему, во все дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплодные. Избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, яко Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца, Сына и Святого Духа, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Священцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучай с имени раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоли, изменяя и желания сатанины, не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, оба Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый, Иисусе Христе, спящим на сохранении обицающим светом, Духом Твоим Святым, им же оставил Иисусе Твоя ученики. Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просветил ум мой светом разума и Святого Евангелия Твоего, душу, любови и креста Твоего, сердце, чистоту и свовеси Твоего, тело мое, Твоей страсти бесстрастную, мысль мою, Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое слововие. Яко припрославлен Яси с обезначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом вовеки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе и Истины, умилосердься и помилуй меня, грешнего раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся я лико ты согреши. Днесь яко человек, пача же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые. Я же от юности и науки злых, и я же суть однагольства и уныния. Ащи имен Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветав кого гневу моим, или опечалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ, приди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развельчахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве, настоящими на молитве, умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращений по мыслих, или объедохся, или опихся, или безмого смехся, или лукавой по мыслих, или доброту чуждую видев, и то я увязан бы с сердцем, или неподобных глаголах, или греху брата моего посмеялся, моя же суть бесчисленной согрешений, или о молитве не роди, или и на что садил лукавый, не помню, на тебя бы вся и больше стих сади их, помилуй меня, творче мой, владыка, унылого и недостойного раба твоего, и не остави, и не отпусти, и прости мне, як благий человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, окаянный адс, и поклонюся, и воспою, и прославлю причистое имя Твое, со Отцом и единородным Его Сыном, ныне, пресной и во веки веков, аминь. Что Те принесу, или что Те воздам, великодоровито бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчик Господи, яколенящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворшим, привел я сей, наконец, мимошедшего в дне сего, обращений и спасений души моей строя, милостив не буди грешними, и обнаженного всякого дела блага. Восстави падшую мою душу о сквернившихся безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысел лукавый видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я житель согрешихся день, ведением и неведением, словом и делом, и помышлением, и всем моим чувством. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния Божественной Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избави меня от сети лукава и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и створи, и без мечтаний, и не смущен помысел раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятелю отжене отмени, и просвети мне разумное очи сердечное, да не усну в смерть. И посли мне ангелам мирно, хранители и наставники души и тела моему, да избавят меня от враг моих, да восстав садра моего принесут и богдарственные мольбы. Эй, Господи, услышь имя грешнего и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне поставшую славесим Твоим поучитеся, и уны небесовское далече от меня отгнанно претествори Твоими ангелы. Да богословлю имя Твое Святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, южи дал ясинам грешним заступление, и примись сию молящей сцены. Фемба, яко подражай Твое человеколюбие, и молящий не пристает Твое заступлением и честного креста знаменем, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди Иисусе Христе Божий наш, яко свет и си препрославлен во веки. Аминь. Сестра, все можно Евангелие читать. Хорошо. Глава 16, да? Да, Матфея 16 глава. Брат тут написал. И приступили фарисеи и судакеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал ему ответ, вечером, вы говорите, будет в ведро, потому что небо красное, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово, лицемеры. Различать лице небо вы умеете, а знамение времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иоанны Пророка, и оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли, еще ли не понимаете. и не помните о пяти хлебах на пяти тысяч человек и сколько коробов вы набрали. Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной на учении фарисейского и саддукейского. Придя же в страны к Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живава. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты Симон, сын Иоаннин, потому что не плотик кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на самом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешься на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишься на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должны идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и прельвосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив в себе, Господи, да не будет и этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человека, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда бастаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Сына Человеческого, грядущий в Царстве Своем. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Да, сестра, я вот тебе скинул в чате тут Сирах, 15 глава. Ты можешь с компьютера читать? Я с телефона сейчас. А, с телефоном. Туда я прочитаю. Да, пожалуйста. Спаси Христос. Спаси Христос. 15 глава Сирахова. А, еще вот по Евангелию хотел бы сказать, вот интересно, что там мы прочитали, что за кого, спрашивают, меня принимают люди. И одни отвечали, одни говорят, за Илию, другие за Иеремию. То есть, за пророков-то таких, обличительных, горячих, не за такого любвеобильного, который там всех любит, никого не осуждает, как часто и сектанты, еще и православные представляют Иисуса, а как Илию и Иеремию как раз таки. То есть, его так видели люди. То есть, образ, чтобы мы представляли, какой образ для людей он составлял. Сирахова, 15 глава. Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязлем был печалью греха. Блажен, кого не зазирает душа его и кто не потерял надежды своей. Недобро богатство человеку скупому и на что именить человеку недоброжелательному. Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других. И благами его будут присвящаться другие. Кто зол для себя, для кого будет добр и не будет он иметь радости от имения своего. Нет хуже человек, который недоброжелательный к самому себе. И это воздаяние за злобу его. Если он и делает добро, то делает забывчивость и после обнаруживает зло свое. Зло, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает души. Глаза, любостяжательного, не насыщаются какой-либо частью. И неправда злого и сушает душу. Злой глаз, завистлив даже на хлеб и в столе своем терпит скудость. Сын мой, по состоянию твоему делай добро в себе и приношение Господу достойно приноси. Помни, что смерть не медлит и завет ада не открыт тебе. Прежде, нежели умрешь, делай добро другу и по силе твоей простирай твою руку и давай ему. Не лишай себя доброго дня и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя. Не другим ли оставишь ты стяжания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию. Давай, принимай и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти у тех. Всякая плоть, как одежда, ветшает, ибо от века определения смертью умрешь. Как зеленеющие листья на густом дереве одни спадают, а другие вырастают, так и рот от плоти и крови один умирает, а другой рождается. Всякая вещь, подверженная тленью, исчезает. Сделаешь ее, умирает с нею. Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому. Кто размышляет в сердце своем о путях ее, тот получит разумение и в тайнах ее. Выходи за нею, как ловчий, строй засаду на путях ее. Кто преклоняется, меняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее. Кто обращается в близ дома ее, тот вобьет гвозди в стенах ее, поставит палатку свою подлинную и будет обитать в жилище благ. Он положит детей и стоит под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее. Он прикроется ее от зной и будет жить в славе ее. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Евреям, 10 глава. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одним и тем же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестать бы приносить их, потому что приносящие жертвы, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. И посему Христос, входя в мир, говорит, Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию», сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всезажения, ни жертвы за грех, который приносит по закону, ты не восхотел и не благозволил. Потом прибавил, «Вот иду, исполнять волю твою Божию», отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут устребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Ожидаем затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых. А всем свидетельствам и Дух Святый, ибо сказано «Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и мыслих их напишу их. И грехов и в беззаконних не вспомяну более. А где прощение грехом, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповеданное упование неуклонно, ибо верен обещавшим. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривать и приближение для оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертв за грехи. Но некое страстное ожидание суда и ярость огня готово поржать противникам. И если, отвергшись закона Моисеева, при двух или трех средствах безмилосердия, наказываемся смертью, то сколь тихчайшему думать и наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божию и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал «У меня отомщение, я вас дам, говорит Господь». И еще «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога желания. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других, то принимая участие в других, находящих в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которого предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного и грядущий придет и не умедлит. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не благодолит тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Аминь. Аминь. Продолжаю ступок Господа нашего Иисуса Христа, в отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровался нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный ижетворящий крестный Господень, помогай мне со святой госпожой, девой и Богородицей, и со святыми во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешнею. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешнею. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешнею. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Авва, очи, услышу молитву нашу. Помилуй, прости меня грешнего, тайное и явное в уме, в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни. Великие и малые грехи мои прости и соблазн, который подавал ими, где я падал и вставал. Господи, благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасение. Слава Тебе! Эту помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Боже, за день, который дарвал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Твою Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресвятая госпожа Богороди, Преснодела Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя покрою омоформлюбви Твоей. В скорбях, печалях и тесных обстоятельствах Ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасла. Хвала Господу нашему Богу за годотайство Девы Мария, за род человеческий. Дивная заступниче наша, Дева Мария, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя столько лет, Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния отпусти из жизни и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. Бессмертный час не покинь. И на мытастах проведи душу мою и веди в Царство Небесное навеки. Иоанн Креститель, Претеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности и быть благочестивыми, довольными, довольствоваться питанием и одеждой и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его. И не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу. Господи, услыши наши молитвы и тех, кто молится о нас, коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников, дьяконов, тех, кто является служителями Твоими, Господи Божий наш, святитель Христов Никола, мирлякийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архиепастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебя, слава Тебе, засветителя Господи Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и животных. Господи Божий наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, помилуй, аллилуйя, святые пророки Еля и Ерси, Енох Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Есля, Неемия, Амас, Наум, Исайя, Еремия, Варух, Изекиль, Асия, Иоль, Аги, Сафроний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые движимые Духом Святым изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым, Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего Отшествия не застал нас спящими, но вышли навстречу Тебе с горящими святильниками истины, верой и сосудами, полными ели и добрых дел, соделанных Духе Святым и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолов Божи, предстоящие молите Бога о нас. Святые и всехвальные апостолы, первоверховные Пётр и Павел, святые евангелисты Матфея, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, ум их чистится правителей мира, Владимира, Эрдогана, Дональда, Александра и всех остальных, да продлится ещё мир. Дай нам священника и место для занятия, определи нашу участь, как тебе угодно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Сменский, Иустин Философ, Косма и Тимьян, Андрей Стратилат, Ирон мученик, Климент Римский, Климент Анкерский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи Сица нашей в слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренне в Тебя. Гонениях и искушениях не допусти до принятия антихристовой печати, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Василий Великий, Георгий Богослов, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корнили, Ио, Сергей Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иван Тобольский, Иван Кронштадтский, Иван Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Метрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Ялтайский И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да помилует и спасет Господь нас, Да дарует нам жажду исследовать Слово Божие И любовь к Святой Библии. Святые Жены и Девы, Фёкла Перемычица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья и Андриан, Варвара и Екатерина, Перепитуя и Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария и Кипецкая, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприян и Устина, Молите Бога о нас, Даруй Господь послушание, Молчание, Целомудрие, Стыдливость женам и девам, И сохрани их поруганий и нападений, Недобрых людей, Вала Тебе слава, Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух, Оче наш в сущих небесах, Коснись сердец страждущим алкоголем, Валентину, Александра, Николая, Оче наш, Возри на Димитрия, Умельчись сердца Всех восстающих на Него, И помоги Ему На судебном заседании, Не оставь его, Но да будет воля Твоя, Господи, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Господи, Прими нашу молитву о всех, Заповедующих нам молиться о них, Спаси их и помилуй, Господи, Коснись сердец, Валентина, Владислава, Вячеслава, Евгения, Екатерины, Марины, Натальи, Олега, Павла, Сергея, Галины, Да пребудем мы в слове Твоем, Боже, На всю волю Твоя, Расперейтись нашими Жизнями, Говори, Господи, Слушает и слышит раб Твой, Галины, Аминь, Слава Христу, Аминь, Спаси Христос, Сестра, Аминь, Спаси Христос, Сестра,